Дорогие девушки, здравствуйте! Я рад вас приветствовать на своём канале. Меня зовут Жанна Саджак, я визажист. И я помогаю женщинам быть красивыми в любом возрасте. Поэтому здесь вы услышите рекомендации по макияжу, которые вам помогут выглядеть великолепно и чувствовать себя более уверенно. И сегодня тема у меня про цветной макияж. Мне периодически пишут, вот что вы за визажист такой. У вас постоянно всё натурель-натурель. Почему вы не показываете яркий макияж, цветные тени и так далее? Да, вы знаете, на моём канале такого нет. Я сейчас расскажу, почему. Потому что, наверное, всё-таки опять же имеет значение, сколько вам лет. А давайте вспомним себя в 15 или в 20 лет, когда, может быть, вы увлекались рок-музыкой, или слушали диско, или, может быть, были фанатом какой-нибудь субкультуры и делали себе готический макияж и что-нибудь ещё в таком духе. И это было классно. И наверняка все ваши знакомые говорили, боже мой, как это красиво, Наташа, да, ты просто звезда. Вот. И тут годы, вам уже 50 лет или, может быть, старше. И вот теперь представьте, что вы с этим же диско-макияжем или как с каким-нибудь эракезом, который вы носили в молодости, и вы по-прежнему с ним. Вот как вы думаете, вам скажут, что, ой, как это здорово? Нет, конечно, есть девушки, которые в этой стилистике также и живут. Это вообще просто их стиль жизни. И реально они могут выглядеть эффектно. Это фишка. А вот иногда бывает так, что захотелось что-нибудь яркого, и почему-то в плане яркого придумала только фиолетовый тень. И вот накрасила их от ресницы до бровей. Или голубые. Всегда красила голубые. Почему мне сейчас нельзя? А я сейчас объясню, почему на моем канале, почему я постоянно делаю, ну, не то чтобы один и тот же макияж, но во всяком случае стилистика, она сохраняется. Потому что, когда мы становимся старше, у нас на лице что появляется? Правильно. Различные нюансики. Например, пигментация, краснота, купероз, синяки, мешки, носогубные складки, гусиные лапки, нависание века, межбровная морщина, брыли, что там еще я не сказала. И вот это все уже создает шумы на лице. Это когда лицо выглядит несовершенным, как у молодой девушки, а уже с вот этими особенностями. Поэтому, когда мы хотим что-нибудь яркого, эффектного, вот на такой коже это выглядит уже не так красиво. Поэтому, если я буду делать, или буду рекомендовать женщинам более зрелого возраста, вот такие вот различные декоративные элементы, в некоторых случаях это смотрится смешно, или это может просто эти шумы на лице еще больше усилить. Но как же так, Жанна? Так хочется цвета. Я вас понимаю, и мне тоже хочется. И что я делаю? Я этот цвет ношу в свою жизнь, но не на лицо. Я могу надеть яркую одежду, яркие украшения. Я могу купить цветы домой, которые будут какого-то тоже сочного цвета. Пледик. Купите брошь яркую, и сделай какое-нибудь контрактное сочетание. И вот это удовлетворением цвета я получаю. Поэтому мне нет необходимости разукрашивать свое лицо. Если вы носите достаточно лаконичную одежду, ближе к какому-нибудь классическому стилю, и вдруг вы к этой своей классической одежде добавляете макияж вот в таких красках, как это будет выглядеть? Смешно. Это не украсит вас. Более того, любой достаточно такой активный цвет, особенно когда мы наносим на зону глаз, куда мы можем использовать желтый, фиолетовый, синий, зеленый цвет, конечно же, это макияж глаз. И вот представьте, что у вас, например, допустим, немножечко белки пожелтели, и вы выбираете синие тени. Синие тени на контрасте, желтые белки сделают еще ярче. Это будет красиво? Нет. Если у вас есть какая-то краснота, например, слизистая красная, у вас очки, или вы сидите за компьютером, но при этом вы захотели зеленые тени, красите зеленые тени, что будет с глазами? Они будут еще более красные. И так далее. То есть любые такие сочные, декоративные элементы, ну, очень красиво на натянутой ровной, безупречной коже. Бывает, что и молодые девушки имеют какие-то нюансы с лицом, например, акне. Можно ли при акне делать такой яркий красивый макияж? В принципе, можно, кто нам запретит, но выглядеть это будет не очень красиво. Мы можем, наоборот, еще больше подчеркнуть акне. Ну и так и в чем смысл? Просто себя разукрасить? И зачем это? Опять же, если вам нужно поиграться в цвет, это можно сделать по-другому. Знакомьтесь, это крем-сыворотка Жак Скин. Это сыворотка, которая дает как раз эффект мгновенный. И в то же время, вот через месяц, вы увидите, насколько меняется ваша кожа и лица, и шея. Вот этот эффект лифтинга, который мы все ждем, он становится очень даже ощутимым. Сыворотка состоит из трех компонентов. Каждый из них проверен и выполняет свою важную функцию. Первый это U-Active PC, это трипептид. Его в составе сыворотки 5%. Ровно столько, чтобы разгладить нашу кожу, убрать морщины и сделать ее более эластичной. Молекула U-Active самая маленькая из всех похожих ингредиентов, поэтому она попадает в глубину кожи при нанесении. Наши технологи адаптировали ее к средней полосе, климату, количество солнца, и кожа под воздействием этого ингредиента начинает активно вырабатывать свой собственный коллаген. Масло ШИ, это второй компонент, это самый похожий компонент на липиды кожи. Масло ШИ увлажняет, усиливает защитные функции. Мы добавили 3% в состав, потому что именно такое количество показало результат в группе тестирования. Следующий компонент это U-Ferment, это пробиотик. Его в составе 1,5%. Это иммунитет кожи. Естественная помощь, которая просто необходима для здоровья. Пробиотик в нашей сыворотке за 4 недели регулярного применения полностью восстанавливает здоровый баланс микроорганизмов кожи. Когда начнете использовать, через 2-3 дня вы увидите, насколько у вас улучшается уже состояние кожи, цвет лица становится более ровный, как будто бы есть чуть-чуть тональный крем. Усиливается тургер кожи, подтяжка, соответственно, благодаря этому. Через 4 недели вы увидите ощутимый, стойкий результат лифтинга. И это будет просто потрясающий эффект. Поэтому как только вы начнете использовать, уже будет хороший результат. Ну и плюс, как я говорила, очень важный момент, чтобы сохраниться на длительное время. Поэтому не нужно с помощью вот такой вот какой-то мимолетной фантазии уродовать свое лицо. Лицо – это не холст, на котором можно рисовать все подряд, а тем более, когда есть возрастные изменения. То есть на самом деле, я вам честно скажу, я не понимаю этой разукраски. У меня совсем другая стилистика, другое направление. Мне нравится, когда женщины не перекрашены, а когда они свеженькие, красивые и как будто бы не накрашены. Когда макияж очень деликатный, подчеркивает достоинство. Или как раз, когда мы хотим скорректировать веко. Ну вот представьте, возрастное веко, есть нависание, кожа уже потеряла тонус. Ну вот и как вот на эту кожу нарисовать там синий-фиолетовый тень? Это красиво будет? Нет. Мы все равно будем видеть особенности этой кожи. Или можно сделать это красиво? Можно, но только это будет уже трансформация конкретная. Это будет эффект маски. Нужно сделать очень плотный тон, нужно сделать очень сильную коррекцию века. И этот макияж настолько будет яркий, что вы не сможете даже из дома выйти. Это будет для вас тяжело. Это может быть красиво только на фотографии. А в жизни, если вы вот так вот придете на какое-то мероприятие, где вас очень хорошо знают, люди просто вас не узнают. С другой стороны, если это имиджевая задача, вы хотите проявить вот такой вот шок-контент, чтобы все посмотрели, думали, вау, а это кто? Тогда да, тогда да. Если вы хотите кого-то развеселить, и чтобы сказали, смотри, а вот эта старушка там накрасилась, можно и так. Так, если вам плевать на общественное мнение, вообще-то делайте, что хотите, если вам приносит эта радость. Поэтому, ну, у каждого мастера есть свой почерк. Вот у меня такой. Поэтому, если я и использую цвет, то я люблю очень нюансный макияж. Нюансный макияж я использую очень часто, и это тоже такая вот моя кишечка. Когда я в макияж добавляю цвет, и синий, голубой, фиолетовый, но только это не разукраска и не тени до бровей. Это маленький деликатный штрих, который создает как раз очень красивый, изысканный контраст. Вот это сделать, честно говоря, сложнее. Проще сделать ярмарку на лице. Так вот, дальше задача и выбор за вами. Как делать нюансный макияж? Это когда вы берете, например, ну, нравится вам голубой карандаш. Нравится, вот увидели, вы говорите, не могу, хочу. Вот у меня такая была тут недавно как раз история. Я увидела вот такой вот карандаш голубой. Мне так понравился. Это кико номер 19. Я думаю, все, не могу, хочу. И что я делаю? Я беру к своему макияжу, даже у меня здесь нету голубого, но мне хочется голубой сейчас. Я добавляю его очень деликатно, совсем немножко на межресничное пространство. То есть, еле касаясь, провожу по ресницам, именно по корням. Могу чуть-чуть задеть слизистую глазу, но особо не закрашиваю. И вот этот вот нюанс создает как раз такая легкая, деликатная игра цвета. И вот это смотрится богато. Поэтому можно выглядеть ярко, но просто, а можно выглядеть ярко и богато. И богачество заключается с возрастом именно в дорогих фактурах и в сложной композиции цвета. Не в откровенной, как, ну, откровенной, я имею в виду, как бы, знаете, синяя, зеленая, фиолетовая, а как именно в лице, в лице. Когда это в одежде, как раз вот эта яркость одежды позволяет, в данном случае, мне там или моим студентам уже есть понимание, насытиться и сделать себя выразительной. Но не развлекаться с макияжем, как это делают наши дети или внуки. Поэтому я за вот такой вот очень интеллигентный подход использования цвета. Мне нравится, если вам тоже нравится такой приемчик, то поставьте лайк или напишите, используете ли вы цветные карандаши или, может быть, тени. Есть ли даже тени? Можно использовать? Можно. Просто, например, вы можете, опять же, не делать масштабный рисунок, а просто взять и деликатно сделать очень аккуратную, тоненькую, ну, допустим, там, зеленую стрелку. И все. И это будет выглядеть очень красиво. Это будет выглядеть как раз вот с точки зрения эстетики сложно, но при этом игра цвета будет, и от такой женщины просто не оторвать глаз, чем вот как бы яркие какие-то мазки цвета. Давайте оставим это молодежи. А мы будем уже изучать красоту, скажем так, более глубоко, когда выглядите ярко, красиво, но при этом нету вот этой вот как бы комичности в образе, что, ой, накрасилась там взрослая дама. Молодица! Так вот, мы будем это делать изысканно. Спасибо вам большое за внимание. Поставьте лайк, напишите свои пожелания, нравится ли вам использовать цвет в макияже и как вы это делаете. И напишите, пожалуйста, тему, которая вас интересует, и я ее обязательно на своем канале освещу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч! Вот захотелось цвета, сделала контрастное какое-то сочетание. Вот у меня золото с таким вот сливовым. Губы чуть-чуть поярче, немножко румяна. И вот этот цвет макияж глаз тот же. Ну, красота же! Самое главное, научиться делать вот этот базовый макияж, который может корректировать очень круто какие-то нюансы, приподнять века. И цветными тенями это можно делать, но это не будет так эффектно. Именно вот такие бежево-коричневые, они делают всю вот эту вот красоту. И тогда вы смотрите не на тени, а на глазах. Это я обучаю на базовом курсе по макияжу. Ссылка под этим видео.